Здравствуйте, это Wall Street Online и как всегда по пятницам, правда сейчас с опозданием немножко понедельник запись Wall Street Online свежая и начнем по традиции с календаря событий, которые ждут нас на этой неделе. Значит, по важным событиям. В понедельник председатель ЕЦБ Лагард, выставили встречу в 19.15 вечером. Далее у нас получается вторник, средний уровень зарплаты по Британии и количество заявок на получение пособий по безработице. Также ВВП 4 квартал Япония, предварительный показатель и индекс экономических настроений ZEW Германии. В среду запас сырой нефти и публикация протоколов фонд в 22.00. Это не процентные ставки, просто публикация протоколов. Поэтому сильное большое влияние на волатильность или уже динамику фондового рынка не будет влиять. В четверг число выданных разрешений на строительство. В марте уже, в принципе, можно будет на этот показатель подсматривать. Как раз закладываются фундаменты будут для строек. Самое оно. Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Это тоже в четверг. Значит, ожидается, что снизится количество на 3000 относительно предыдущего показателя. Это ожидание, прогноз. Посмотрим, как отчитают. Ну вот, собственно, и из важных событий. Но это при... Ну, если смотреть фильтр, там где три головы быка или три звездочки. Каким чудным образом в не слишком важных отчетов отнесли такие отчеты, как во вторник, 15 февраля, четвертый квартал ВВП еврозоны. Это будет 13.00. Также заседание еврогруппы будет 13.00. Значит, предварительный показатель по ВВП предыдущий был 4.6. Ожидается, что будет на том же самом уровне. Соответственно, посмотрим, как будет на самом деле. Дальше у нас еще аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций Германии между 13 и 16 часом в среду. Важный такой момент. Не помешает отслеживать. И выступление председателя Бундесбанка Вюрмельнга. Это 12.30 в среду. Опять же вечером. Будет, кстати, на этой неделе очень много выступлений. И с ЕЦБ представителей. Шнабель в четверг выступает. Лейна тоже в четверг. И, в общем, со стороны ЕЦБ очень много будет выступлений. Собственно, точно так же, как и с Федрезерва. Так, ну, в общем-то, и все. Это то, что он из календаря по отчетам. Компании, которые отчитываются на этой неделе, значит, из таких более популярных и капитализированных. Возьмем Airbnb. Потом Glencore отчитывается. Это вторник отчеты. NG. Франция. В среду отчитывается NVIDIA. Циска. IIG. Дальше у нас идет отчет в четверг. Walmart. Очень важный показатель. Airbus Group. Это уже Франция. Керинг. И, собственно, все. В пятницу, ну, там, Deer Company. И, собственно, больше отчетов не предвидится. Вот такие события. Теперь рассмотрим нефть. 90. Сейчас я включил апрельский контракт, потому что мартовский уже, по сути себе, и жил. По ликвидности упали уже обороты. Соответственно, будем смотреть следующий контракт апрельский. Значит, по ликвидности топ был у нас 11 числа. 90 тонн по CL. И вот на самом пике, получается, 93 отметку протестили. И пока корректируется котировочка. И это, в принципе, ожидаемо. Потому что покупать на таком уровне не каждая смелится. Давайте посмотрим по открытому интересу. Позиции набирают. И они, в принципе, до сих пор удерживаются в районе 302 тонн. Давайте по моему агрессору посмотрим. Последние такие выстрелы были 11 числа. 3.4 на покупку. Здесь мы уровни сейчас выберем в качестве поддержки. И на них будете ориентироваться сегодня-завтра. Ну, собственно, до... Первый уровень поддержки, который у нас был, это непосредственно 91.3 и 91.9. Его сейчас уже пролетели. Пробили полностью. Тут даже не было и намека на попытку купить на том уровне. Да и, в принципе, зачем так дорого. Дальше у нас идет там ядро дня. Последняя торговая сессия непосредственно возле 90. Можно взять в качестве уровня 89.6, 90.2. И, ну, можно, конечно, 94, если там будут сильно проявлять свою активность. Ну, собственно, чуть ниже ядра. Вот у нас идет ядро. Здесь также идет группа уровней на покупку. И давайте такой более плотненький уровень выделим, который наиболее хорошо проторговался. Вот эти вот ребята. Мы их возьмем. То есть, таким образом, мы их совместим с уровнем 89.9 по 90.40. Уровень поддержки раз. Отдельно в диапазон еще стоит отметить 89.40, 89.6.2. И группа такая прям хорошо проторговали. Это 88.3 по 88.6. Я даже выделю немного ярче уровень. И 89, конечно. То есть, вот такая вот сетка по уровням поддержки. Отчасти это благодаря вот этим двум торговым сессиям. У них были на открыть рост открытого интереса. И, собственно, там агрессоры были на покупку. Будут ли удерживать покупатели фьючерс выше 90? Тут, в принципе, ВВП пока идет ближе к 88, 87. Но я думаю, что в любом случае коррекция хотя бы здесь начнет отрабатываться. Тут три или даже четыре сессии были на хорошем уровне. В целом, уже холодный сезон заканчивается. И плотный спрос на нефтересурсы, нефть и газа немножко должен снизиться. Даже с учетом разных военных конфликтов. И что нефтетрейдеров заставляет для перестраховки затариться на всякий случай контрактами заранее. Но тут как бы уже 93 отметка. Давно уже не была такая дорогая нефть. По сопротивлению тут, по сути, мы корректируемся. Даже с учетом того, что там были покупки на самом хае. Буквально, ну вот такой, это 92,7, можно так сказать. В общем, идет пока коррекция, вполне ожидаемая, прогнозируемая. И начиная с уровней вот 94, 89,9. Первый такой блокпост, который будут тестить. Я думаю, что, в принципе, еще вот этот уровень, он пока еще притормозили. То есть, если вот этот уровень удержит, то у нас поддержка будет очень ярко выражена. Тем самым, как бы, единственное, что кто осмелится там покупать на этом уровне. То есть, в любом случае, если вы планируете купить, то это желательно вот в этом диапазоне искать поддержку. И на крайнем случае уже на самом, на самых лаях. В противном случае, если будут пробивать даже без остановок, без какой-либо поддержки, на коррекционном, после сильного снижения, если пробьют вот этот диапазон. После коррекции, можно будет уже относительно ядра понедельника пробовать щупать сделки на шорт. Вот. Ну, удар был достаточно хороший на рост. И дельта, как бы, себя показывает. Посмотрим, как будут работать с этим уровнем. Вполне могут еще удерживать на высоких ценах за баррель нефти. Так как открытый интерес не падает, не выходит из позиции. Как раз наоборот. На прошлой неделе хорошо набрали. Особенно вот эти вот все торговые сессии были с притоком открытых позиций. Вот такая ситуация сейчас по фьючерсу на нефть. Нефть Сиэль с поставкой в апреле. Так. Еще на всякий случай. Сейчас глянем не апрель, а в мае. Какая там активность у нас. И по чем там нефть. Как видите, нефть здесь по 89,5. То есть, не 92, не 93, а 89,5. Это уже с поставками в мае. Соответственно, нисходящая динамика вполне ожидаема. И это будет даже в норме. Биткоин. Биткоин, который торгуется на CME. Как-то в комментариях написали, что не эту котировку нужно анализировать. Это в целом, как бы, по корреляции у них достаточно большие, ну, хорошая плотная корреляция. Поэтому я больше склоняюсь, как бы, ну, вполне согласен, что можно на бинанс смотреть и совсем другую котировочку. Ну, здесь более-менее, хотя бы, централизованно все на бирже, в CME. Какие-то есть органы, которые следят за тем, что происходит, даже учитывая разные алгоритмы, высокочастотники, те же самые спуффинги. И, ну, поэтому пока вот будем смотреть на CME. Если прям слишком уж нужно, можно будет там включить и бинанс, биржу и там смотреть котировочки. Корреляция плотная у них, поэтому не сильно отличается. Значит, очень сильный уровень поддержки. И, вот, обратите внимание, Total Delta, именно дисбаланс, 4-го числа было 673 контракта. Очень сильно купили, особенно в коридоре 39,5 по 40,5. Этот уровень точно берем по качестве поддержки. Ну, если быть точным, 39,4 по 40,8. Это диапазон, который явно будут пробовать, как минимум, хотя бы защитить. Сейчас, пока котировка застряла вот в этом плотном коридоре, байеров могут удержать, в принципе, еще не все потеряно. То есть, есть шансы и 42,200 по 41,400 вполне могут еще пока удержать. Как мы видим, диапазон уже тестируют. И WP как раз идет на плюс-минус этом уровне. По сопротивлению здесь у нас 45,00. И плюс-минус там пару по 50 долларов выше и ниже. Также 44,700 и 44,800. Это уровни сопротивления. В ближайшее время могут, в принципе, пригодиться. Так, 44,400. Сейчас посмотрим, сколько там было. 35. Вот еще, кстати, 44 уровень тоже. Хорошо шартили на той неделе. И пятница, если не ошибаюсь, да, ушла как раз ниже этого диапазона. И больше не тестировала этот уровень. То есть, вот такая сетка у нас по сопротивлению на биткоине. Ну, а поддержка, естественно, весь этот диапазон. И потом еще диапазончик вот этот весь. Как минимум. Ну, ближайший, на эту неделю явно. Если уже все-таки упадут еще ниже, то здесь у нас получается диапазон 38,00 по 38,500. И плотненько коридор вот этот. Непосредственно 36,700 по 37,100. Вот такая активность и такие уровни на биткоине. Значит, по ликвидности хорошие были обороты 4-го числа. Выше 8 тонн. Почти девяточку сделали 10-го числа. То есть, в целом 4-5 тонн шли более-менее в аккурат последние 2 недели. 7-го числа было 6 тонн оборот. И пятница у нас 4,5. То есть, в 2 раза меньше, чем в четверг. То есть, ну, это как раз норма у них. Плюс-минус около 4-4,5-5 тонн. По уровням сопротивления я отметил. Ну, и по поддержке тоже. Очень-очень прикупили. И, в принципе, я думаю, если буду тестировать сороковку, могу там еще раз попробовать прикупить. Также обратите внимание, что есть большие биктрейды. Их можно заметить вот здесь. На этих уровнях чуть поменьше покупки даже замечены здесь. По биктрейдам тут, тут. Также рядом есть и мелкие на шор. То есть, таких крупных на покупку пока, вернее, на продажу пока, как видите, не имеем. Поэтому вполне может быть, что или этот уровень будет удерживать, либо же попробует удержать этот уровень. Золото. Я подгрузил немножко с октября котировочку. Так как у нас есть исторический уровень сопротивления. Очень плотный коридор. Полторы недели здесь простояли. Достаточно весомая локация. По отметкам селлеров это 18.55 по 62.5. Уровень как раз на прошлой неделе прокалывали. Здесь пока и остановились. Вполне может быть еще пока предварительно. Если будут атаковать дальше, 18.80 и выше. Я думаю, здесь пока полнедельки пройдет баталия. По типу вот такого формата. Только потом могут попробовать толкнуть выше. Но если в целом будет нефтянка корректироваться относительно своих высоких уровней, то в принципе золоту тоже не помешает. Немножко после такого хорошего постоянного роста. Особенно последние две недели. Просто отлично шли на покупку. Самые ликвидные на прошлой неделе у нас были 10-11 числа. Особенно 11 число. Достаточно ударный, хороший показатель был. Этот новый контракт, две или две с половиной недели торгуются. Прирост открытого интереса набирает обороты. То есть позиции не фиксируют. Особенно прирост шел непосредственно на прошлой неделе. То есть вот эти все локации, вот эти уровни мы берем в качестве ключевых на ближайшее время. Сейчас я подключаю, подгружаю, вернее, свежий контракт, вот новый. Ядро у нас получается 18.10, 17.96. Это основной объем, по сути, на прошлой неделе. И по поддержкам, здесь мы выделим вот таким образом. Значит, ядро прошлой недели 18.27 по 18.34. Ну, а до этого неделя была как раз на уровне ядра. И посмотрим по уровням поддержки и сопротивления. Значит, 18.30 и выше, вплоть до 18, можно смело до 40 выбрать. То есть вот эти 10 долларов, плотный коридор агрессоров на покупку. Также можно захватить и 44.00. Там немножко есть такой левел. То есть вот 45.00. В принципе, можно 45.00 сюда добавить. Ну, там немножко есть селлеров, как раз вот этот диапазон. И дальше у нас пролетели без особых проблем. Байрош или коридор. И вплоть до где-то 58.00, да. 58.00, 57.00 там без проблем были в основном активности агрессоров на покупку. По сопротивлению отмечаем уровень. Диапазон 55.62. Это еще исторический. И коридор с 57.5 по 59.5. Весь этот левел у нас из свежих уже диапазонов сопротивления. Сейчас пока нырнул ниже этого уровня. Ну, тут явно сбрасывали покупки. То есть те, кто на прошлой неделе прикупил. Соответственно, поэтому он как надежный опорный уровень сопротивления будет с вопросом. Поэтому будьте осторожны. Котировка уже достигнула предела прогнозируемая. То есть перегрета покупками. И здесь как бы удержание. Чем дольше будет удерживать котировку на этом уровне, тем больше вероятность, что мы все-таки попробуем толкнуть еще выше 18.75 и выше. То есть пока уверенно держатся со стороны байеров. Первая вот поддержка 18.53. Тут 900 контрактов уже набрали. Давайте покажу за счет чего. 9.75 это было как раз 13 числа. Азия. И 52.5 тоже. То есть уровень пока не пробили. Если будут сегодня и вплоть до завтра удерживать на этом диапазоне, то байеры есть и у них есть какие-то цели. То есть они видимо еще не весь рост отработали. В противном случае, если пробивают все третью, то будем их пробовать щупать на 18.40. Если же вы зашли в шорт в четверг или в пятницу, скорее всего, то очень внимательно следите за 60. То есть если уже здесь будет пробой со стороны байеров, то наверное будет пока повременеть с продажами. То есть сам факт того, что не роняют сильно котировку на шорт, на таких после такого сильного роста, уже говорит о том, что у байеров пока еще есть какая-то цель. То есть они видимо еще хотят продавить цену и выше, может даже 18.80 или 3.8. Посмотрим. Ну открытый интерес растет. По дельте у нас получается практически все время идут байеры. Кроме 10 числа там было 5.6, 5.9 дисбаланс. Но судя по всему это не остановило покупателей. Потому что 4,5 сделали в пятницу. И сейчас уже на данный момент сделают 1300 контрактов перевеса на стороне байеров. То есть после такого роста все равно байеры активно проталкивают цену и удерживают контроль пока что на данный момент. Рубль. Вот такая ситуация сейчас на рубле. Резкий скачок в пятницу до 78.500. Ну и соответственно сегодня еще идет отработка этого уровня. Открытый интерес с фиксацией позиций потихоньку начал выходить на прирост. Начиная с 8 числа. 9 уже было потихоньку видно и 10 был хороший прирост. Потом 11. И продолжается сейчас 2 миллиона 138 тонн. По ликвидности как раз снижение последние полторы недели шло так. Достаточно в рабочем режиме. Даже иногда были сессии ниже уровня среднего показателя по оборотам. То есть по крупным сингл биктрейдам. Видим что на хаях особенно 80-79 очень сильно шортили. Ребятки крупнокалиберные залпы. Вот. И таких прям мощных байеров. Прям очень-очень. Здесь как вы видите не замечено. Вот как раз в районе 75-76. Вот здесь к примеру и слетарились заранее. Здесь уже были прострелы хорошие у байеров. Здесь тоже здесь. А тут как вы видите все прошло. Как бы в тихую. Но. Три ядра вот так вот сконцентрировали. Здесь по итогу у нас. Давайте посмотрим по виг срезу. Значит ядро недели так и осталось здесь. Вот на уровне 75-775-300. И по дельте идет вот такой вот крен по агрессорам. Значит уровни поддержки по этой неделе. Получается у нас плотный диапазон 75-800-75-420. Это как раз еще раз напоминание, что дельта массив агрессоров и ядро могут чуть-чуть смещаться. То есть не весь диапазон там где идет ядро будет чисто за одной группой агрессоров. И потом у нас идет диапазон 76-360 по 77. Ну тут поменьше уже было в активности давления, но она имеется. Как видите вот как раз граница 77 можно сказать. Она вот сейчас протестировали ее. Да, вот 77 давайте поставим ровненько. И 76 также пока вот этот коридор весь у нас на стороне байеров. Давайте я включу дельта режим. Посмотрим. Ну вот здесь как бы пропустил. Да, вот тут хороший диапазон. 76-140 по 75-960, даже 980. Это у нас агрессоры на покупку саппорт. Берем вот здесь особенно. Тут по десяточке отметились. Плотенько. Потом у нас идет диапазон 75-720 по 75-860. Тоже набрали по 25-15. Он здесь неплохой коридор. Ну и 75-540 по 75-400. Это если брать вот непосредственно. Здесь уже самый такой мощный. До 20 до 65 тонн. За счет четверга. Вот здесь четверг уже затарились покупками. И пятница уже ушла именно с этих уровней. Вот такие уровни поддержки на рубле. И судя по всему пока... Еще вот этот уровень я не взял. Не отметил. Вот так. Здесь также мы берем вот этот коридор. Ну очень много. Коррекция, если и будет продолжаться, то ее можно будет попробовать взять в районе там как минимум хотя бы в начале 76-76-400. Это первые такие, как по мне. Но если ниже 77-й очень яро не будут пускать, соответственно, берите это на заметку. Это говорит о том, что байеры очень объемно настроены толкать выше рубль. Но опять же, каких-то крупных биг трейдов не замечено. Даже по хайден трейдс нет особо такого большого дисбаланса. Вот такая дельта у нас в пятницу 184к. Посмотрите в сравнении с шортами. 90, 60, 50. Единственное было хорошее 27-го числа. С 80-го уровня развернули в обратную. Реверсивная была ситуация. Бывает и по 230к и по 200к. То есть 184к в норме. Это вот такие сессии. Начинается рост и так далее. Здесь как раз достаточно волатильная сессия была в пятницу. И соответствующая реакция на понедельник идет. Коррекция относительно этого резкого роста вполне пока прогнозируема. Посмотрим, если будут ниже просаживать, как будут встречать вот этот диапазон. Если вы будете искать точки входа на бай. С шортами по текущей активности. Непосредственно относительно текущей сессии. Здесь вот пятерка раз. Тут 12 тонн 2. Это шорты я отмечаю. Там где шортов было достаточно. Ну в общем-то таких прям мощных 3. Вот 77-800. Два раза по 6. Вот здесь. Котировочка пока выше. Так, здесь у нас байеры. В общем, пока суммарно 12 тонн. Это открылась сессия в понедельник. Давайте посмотрим сейчас еще спот. Так, это у нас спотиус. Вы сами видите, по ликвидности 5,4 миллиона. То есть у нас из последних таких ориентиров 5,4-5,4. 6,5 было. Это ударная сессия на бай. И потом сползали немножко по 5, по 4,5. Вплоть до 2,5 скатились по ликвидности. И тут резкий взрыв 3,8. 5,4. Здесь первый же уровень поддержки. Вот сейчас прям тестируют. Мы его отмечали на фишном контракте. Здесь в принципе схожа ситуация. 76,65. 76,25. Это уровень саппорта, который в принципе могут не пробить. Если не пробьют, то у нас как бы тенденция на рост еще может быть вполне не исключена. Обратите внимание, плотность агрессоров на покупку. Это непосредственно 74,7 по 75, 75 по 75,3. И плотный коридор 76, 75,8. Ну, вот этот вот такой достаточно лайтовый. Но он пока заставил понедельник немножко приостановиться со своей коррекцией. Дельта 700к на секундочку. 229 было в четверг. И в пятницу 700к с 5,6 объема. То есть это процентный перевес. 13% это очень мощный. То есть если бы еще в четверг рассматривать как фиксацию швартов, еще куда не шло. Но вот уже здесь явно начали толкать именно дисбалансом на покупку. Значит, TWP в районе 76, то есть допустимая коррекция. Как раз здесь идет уровень поддержки. Вполне могут там сегодня попробовать байеры еще раз взять рубль с вектором на север. В противном случае у нас уже имеется вот с утра вот здесь диапазончик швартов 77, 77,5. Здесь швартов не так много, но они уже проявили себя. Пока дисбаланс на стороне продавцов 12 тонн. А на фьючерсе, если не ошибаюсь, у нас идет как раз еще на покупку. 12 тонн. Вот так вот идет арбитражная ситуация. Это был рубль. И давайте сейчас еще на всякий для случаев рубль. Не рубль, sorry, РТС. Подгрузим. Итак, опять же, хорошая ликвидность. 1,2 млн. 800к был у нас четверг. И сейчас нисходящая динамика, которая началась в 5 нацом. По открытому интересу в позиции набирали вот эти три сессии. Потом было без изменений, даже учитывая то, что снизились очень сильно. У нас получается 134, даже 135. Вот здесь коридор трех сессий. Мы берем в качестве и уровня поддержки, и уровня 131,250, 134,050. Там 134 ровно. Значит, по поддержке также у нас идет сейчас по неделям посмотрим. Ну, гидро недели прошлого у нас так и осталось. 153 по 152. 153,5, sorry, по 152. И тут еще есть промежуточный уровень. Как раз за счет пятницы вы здесь сформировали 148, плюс-минус. Посмотрим срез по дельте. Итак, значит, по дельте у нас имеется такой плотный коридор шортов. Это как раз, опять же, за счет пятницы. 144,400 по 147,750. Это вот этот уровень. Тут видно даже, есть биктрейды на шорт. Они уже начали заваливать шортами потихонечку в четверг и в среду. В отличие от таких моментов, когда прям жестко коридор прям целый заваливает шортами. Здесь очень скуденько. Имеются также небольшие покупки уже сегодня. И по саппорту у нас как раз практически дошли до 135 с копейками. Тут у нас еще с января хороший такой локейшн на поддержку. И поддержка еще имеется вот здесь. Уровень 139, но он уже не свежий. Как бы там где-то 2-3 недели назад этот уровень формировали. Поэтому больших шансов или надежды на этот уровень не так много. 139, 136, 900. Вот такая активность. Сейчас по дельте у нас получается 9, 8 и 10 были очень неплохие уровни на покупку. И потом в пятницу все эти уровни просто жестко срезали. И при всем при этом открытый интерес не изменился. Сейчас идет прирост открытого интереса, позиции открывают. Дельта нулевая. То есть тут уже смотрите сами. После такого сильного сброса вполне не исключено, что может быть ситуация резкая отработка и поход на север. Хотя по фондовому рынку я смотрел акции. Роснефть, Газпром. То есть там ситуация вполне как раз в обратную сторону на снижение. Февраль. Очень часто фондовый рынок, особенно нефтекомпании российской, идет отсечка. Забрасывают, потому что уже сезон закончился. И такие самые журные прибыли. Доходы ожидаемо не... Он закончился этот период, поэтому акцию очень часто скидывают. Соответственно, возьмите это на заметку. Это и соответственно и отобразится на фьючерском контракте на индекс РТС. Ну и напоследок S&P. Вот такая картина у нас сейчас на S&P. Достаточно большие обороты тоже были в четверке и в пятницу. Как вы видите, по 129 долларов движения. Есть хорошие биг трейды на продажу. Имеются. То есть уже были предпосылки. И ушли ниже WP. И сейчас вот курсируем к вот этой крайне удивительной неделе. Там выжить было очень тяжело. То есть достаточно хорошая волатильность была. И очень ликвидный уровень. То есть 4400. 43.0. То есть вот если брать по ядру недели. То давайте возьмем сейчас более точно. 4306. 43.40. И сейчас мы как раз к этому уровню и идем по дельте. Непосредственно. Здесь самый плотный на поддержку 43.50. 43.30. Вот этот уровень в качестве поддержки можно взять. Вот сейчас я его отдельно выделю. Собственно. И открылись. Ниже пятницы. Сразу же ушли без каких-либо промедлений. Причем это Европа сейчас идет. Две сессии на шорт без каких-либо колебаний. Идут без проблем. По открытому интересу у нас получается прирост позиций. Ну здесь был. В прошлой неделе 2.2 начали. И закрыли 2.1. 2.1. Сейчас пока идет небольшой прирост по позициям. То есть вот эти сделки уже открывают на шорт. Соответственно уровень сопротивления 44.20. 44 вполне может себя проявлять как уровень сопротивления. В ближайший день-два. Так точно. Динамика до конца контракта осталась у нас получается. Это неделя следующая. Это уже две недельки. И третья неделя это уже март. Вот здесь уже 4 марта. Собственно 4 марта. И 4 недели осталось. Из которых более-менее полноценных 3. То есть последняя неделя там идет уже переход от одного контракта на другой. И 3 недели до экспирации. Ну собственно само собой. Почему бы не сбросить позиции если они имеются. Вот такая у нас активность имеется на индексе S&P 500. Ну и собственно карта по агрессорам подтверждает вот эту динамику на раз. То есть вот у нас идет уже на той неделе были хорошие дисбалансы. На этой 10 числа 27 тонн, 22 тонн в пятницу. И сейчас уходим ниже неделю без проблем еще на европейской сессии. И естественно можем дойти до 43.25-43.7. Откроется США. Ну американская сессия может открыться вернуть котировку хотя бы до 44.00. То есть как раз до лоев минимума прошлой недели. То есть до своей торговой сессии. И оттуда могут дальше рассыпаться ниже. Посмотрим. То есть США если откроется ниже своей торговой сессии. Они зачастую как раз корректируют цену хотя бы до уровней прошлой торговой сессии. Это как раз 44.00. Плюс-минус. С вами был Минишлемах. Встретимся на следующем обзоре. Хорошей торговой недели. Профитов. И скоро весна. Так что только хорошие новости. Только хорошие трейды. Всего наилучшего. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok